всем привет друзья сегодняшний выпуск будет полностью посвящен еде и мы приехали на ночной рынок который находится на фишермане если правильно и полностью то это фишерман видишь ну то есть деревня рыбаков и здесь каждый понедельник и каждую пятницу проходят ночные ярмарки давайте сейчас расскажу поподробнее вообще как здесь все устроено на самуи с ночными рынками ночные ярмарки именно так называют ночные рынки здесь на самуи и они в каждый день в разном районе расписание я оставлю внизу но как я уже сказала что в понедельник и в пятницу два раза в неделю этот рынок проходит на фишермане это район быпут где в принципе мы и живем нам очень очень удобно также сегодня в понедельник есть рынок на чай венге возле центра фестиваля туда мы тоже я думаю заедем ну а все остальное расписание можете посмотреть уже внизу самая большая ярмарка она расположена на лама и она очень очень большая и мы ее уже показывали несколько лет назад я не думаю что там что-то изменилось ссылку я оставлю внизу можете посмотреть это видео вот а мы сейчас направляемся и пройдемся вдоль этого рыночка так скажем и посмотрим что здесь есть вкусного может быть что-то новое появилось потому что здесь не только ночной рынок еды но и также всякая сувенирная продукция и одежда может быть что-то себе купим хотя я очень в этом сомневаюсь начинается с такой вот небольшой тайской кафешки где можно купить еду и смотрите она здесь очень дешевая по 50 бат но здесь в основном берут еду тайцы вот здесь такие такие супчики можно купить но я думаю что для нас это будет немножко островато вот конечно же для нас это будет островато но показать я вам должна вот что здесь еще есть здесь есть такие прикольные кокосовые какие-то не знаю корзиночки смотрите как они прикольно выглядят и они с коконатом ну то есть кокосом и с кукурузой и сахаром вот еще всегда мне конечно поражают кстати все продают в таких вот пакетиках но выглядит конечно вообще супер необычно вот мы гуляем по рынку сразу же встретили нашего зрителя и мы ему кстати задаем вопрос что больше заходится мы или панга мы такого же мнения сейчас но в общем нужно попробовать это это конечно же если есть такая возможность да потому что все люди разные и ну семьям мне кажется знаешь таким семейным людям больше заходят я думаю что мы сегодня еще кого-нибудь встретим мы первый раз вообще так вот на самуи в этом году выбираемся с камерой да что обычно когда без камеры тебя не узнают ну то есть как бы ты идешь такой там прячешься да а когда ты с камерой что-то болтаешь тем более громко того как правило тебя узнают вот давайте посмотрим что здесь еще есть кокосы продают кокосы по 40 бат но кокосы большие я на самом деле грешила и говорила что на самуи вообще в таиланде сейчас невкусные кокосы все неправда есть вкусные кокосы просто не всегда как бы ну если честно везет на кокосово так что все равно кокосы вкусные но самые вкусные были на шри-ланке также здесь на рынке очень много продается различных пао пирожков они есть с свининой и есть с тыквой они тоже очень вкусные если любите то обязательно берите если любит что-то такое подобное если не знаете что это такое это получается пирожок просто с рисовой мукой делается тесто а внутри уже начинка там какая хочешь и такие же продаются в 7-eleven тоже там можно найти но они конечно же не такие натуральные я думаю возьму себе такой вот сок апельсиновый стоит 35 бат а если брать в стаканчике то 30 еще ребята очень очень вкусно это кокосовое мороженое есть разные есть такое за 60 есть большом кокосе за 80 о чем она интересна смол и вот они вот так вот берут накладывают красиво так в коконате очень вкусное мороженое обязательно попробуйте его если не там были смотрите можно еще наложить если хотите каких-нибудь добавочек может быть орешков орешков по-любому мне кажется они его делают на кокосовом молоке получается он дает такой вкус ну мороженое просто офигенно мороженое просто офигенно очень вкусно реально прям отдает кокосиком и вот сверху с орешками топчик и потом еще можно съесть внутри кокос они именно снимают эту кокосовую мякоть и она вот тоже внизу лежит и ее можно тоже съесть ну а мое любимое на рыночке это шашлычки из курицы свининки говядинки все на ваш вкус просто обожаю из необычного есть крокодил за 100 бак вот говядина тоже по 100 то есть говядина наравне с крокодилом серёга взял курицу и уже начинает такой уходить и . так это не заплатил в общем просто серёга забыл я просто так хотел есть что увидел эту сочную курочку решил просто быстрее бежать и кушать и не пересушенная в каком она соусе или что это кетчуп офиген ребят всем совету пока на рынке немного народа мы вот так просто пересели на лестнице мне нравится что вот мы немножко почище чем на рынках например хукет а если сравнить можно просто присесть ну как бы не на столик а просто вот куда-нибудь на поребрик например и и покушать ну кстати на этих рынках очень многие набирают еду именно домой и там уже вместе с напитками с пивом в расслабленной обстановочке смотрят наш канал и наслаждаются тайской едой для отпуска в таиланде вполне себе хватает минимального набора фраз и слов на английском но если вы хотите общаться с американцами европейцами с местными которые хорошо знают язык то конечно вам уже нужен совсем другой уровень поэтому сегодня я хочу порекомендовать вам онлайн школу английского языка english . обучение в этой школе прошли уже более 30 тысяч человек из 52 разных стран их методика позволяет заговорить на английском в два раза быстрее чем с репетитором и 98 процентов учеников довольны обучением и с удовольствием рекомендуют эту школу своим друзьям и близким как работает система обучения в школе english . первое это регулярные занятия занятия проходят каждый день по 15 минут и это позволяет легко фокусироваться и воспринимать информацию второе регулярная практика по телефону вы общаетесь со своим преподавателем в течение недели и уже через два месяца вы легко сможете преодолеть языковой барьер фишка в чем что когда вам звонят по телефону вы не можете молчать не можете использовать язык жестов вам в любом случае придется начать говорить на английском и третье это логичная и ультра простая подача материала эта школа подарила мне скидку в 40 процентов на все взрослые курсы самое приятное что ребята позволили поделиться этой скидкой с моими друзьями и с вами в том числе переходите по ссылке в описании изучайте и выбирайте свой курс и наши любимые блинчики мы вот всегда берем именно у этого парня очень вкусные и сейчас сезон клубники вот с клубникой и с нутеллой стоит 70 бат если просто например с бананом то 40 бат и есть с нутеллой с бананами или вот с кокосом 50-60 бат ну в общем такие в среднем цене но мне кажется что здесь чуть дороже как правило ну то есть стандартная цена чуть-чуть дешевле но этого парня прям супер вкусно всегда поэтому мы берем именно у него есть коктейли кстати здесь вот от бара который называется до бар до по 90 пар ну если честно я не рекомендую брать коктейли потому что мне кажется что ну если один ок но если брать много то может болеть на утро голова потому что неизвестно какой алкоголь они туда вообще мешают вот это чисто мое такое видение может быть я ошибаюсь да здесь уже такой большой стенд можно взять свининку курочку по 20 бат и есть уже осьминог такой большой по 100 120 150 160 зависит от размера чем больше тем выше соответственно цена и кстати вот что еще из новенького появилась здесь это вот такая вот не знаю булочка мы кстати сергеем уже пробовали нам не очень понравилось но это наверное рулька если я не ошибаюсь чабату и и греют на гриле туда внутри накладывают мясо различные овощи получается неплохо но нам не понравилось мы пробовали нам не понравилось просто было жирновато возможно да кто любит пожирнее то я думаю можете брать и стоит она кстати стабаль так шейки цены на шейки фрукты честно сказать я уже вижу здесь цены на этом рынке могу сказать сразу что фрукты здесь дороже нежели просто продаются на улице или на каких-то таких маленьких рынках но здесь манго посмотрите очень большого такого размера вот с мою руку по 100 бат за килограмм и есть чуть меньше по 80 но я думаю это которые более стелые которые нужно съесть сегодня и есть могу мангустины мангустин кстати мой вообще один из любимых тайских фруктов стоит он сейчас 300 бат за килограмм ребята это супер мега дорого но просто сейчас не сезон мангустинов и видимо поэтому такая высокая цена но на рынках на таких рынках где продаются именно фрукты там можно конечно найти это дешевле ну и плюс в сезон сезон мангустинов я сейчас не помню когда но вот здесь напишу можно купить их за килограмм 30 бат то есть 10 раз дешевле но опять же потому что это привозные сейчас месяц поэтому такая высокая цена так суши в общем берете одну штучку она стоит 10 бат набираете 10 штук 11 в подарок в принципе стандартного но цены на суши прям очень дешевые ну и любимая серёгина это ребрышки он их постоянно берет стоит такая небольшая коробочка 150 бат если хочется чего-то такого более привычного то здесь есть кебаб цена начинается от 100 бат то есть курица 100 бат курицы сыром говядина и так далее уже чуть подороже и теперь мы плавно уже переходим к различным сувенирам косметики всяким разным таким вот темам общем смотрите здесь продают разного рода бальзамы крема масочки и пасты эти вот пасты ну как бы очень рекомендуют вот они здесь да но мы нашли для себя немножечко другую тоже тайскую сейчас фотографию здесь внизу покажу она тоже очень классная но и такие круглые пасты они тоже классно отбеливают но мы ими уже перестали пользоваться ой ну здесь конечно вообще просто огромный выбор различных украшений на руки на ножки вот есть такие бусы типа на шею очень прям сейчас все ходят конечно напывался такими вот жерельями типа из ракушек кто смотрел наш ламбок индонезию тут видел как мы там путешествовали просто на каждом на каждом шагу подбегали дети и предлагали купить вот такие вот бусы различные браслеты из ракушек и мы купили классный был сезон да ну и конечно же здесь еще можно купить различного рода специи вижу очень много корицы листья базилика здесь еще есть вот различные специи кстати ну не обязательно покупать их здесь это можно купить в макро или в теск это везде в принципе продается там я вам паста там ха ред карри в общем то почему бы и нет если вы любите острой тайскую кухню то я очень советую покупать всякие такие пасты но не обязательно это делать на рынке это можно сделать в большом любом магазине там это будет дешевле нежели чем здесь нашли мы здесь такие магнитики и брелки которые не делают хендмейд и наносят имя ну или вообще какую-то надпись да вот так они выглядят из дерева выжигают прям прикольные и могут выжигать там надпись которая вам необходима есть еще такие вот обложки на которые тоже кстати можно наносить имя бесплатно разных цветов вообще прикольно очень большой выбор класс и можно соответственно выбирать что нанесут вам вот такие такие безделушечки вот и есть еще такие небольшие сумки тоже есть сумки побольше есть маленькие кошелечки тоже можно взять к самую память о том что когда-то вы отдыхали на этом прекрасном острове здесь еще есть такие такие украшения ну типа жемчуг написано что реально свежая вода серебро ну не знаю в общем возможно так и есть но я никогда не покупала в таиланде ничего почему-то у меня ассоциация ну что как бы серебро здесь типа ну не очень не вот в индонезии на бали это супер стоит дешево я по и всегда там но знаете что и здесь тоже можно купить торгуетесь потому что тайцы всю цену завышают даже получить реальную цену то нужно конечно же будет торгануться особенно за серебро у смотрите а здесь такое прям не знаю такой островок где расположены разные бары и здесь вы можете пить коктейли один коктейль 90 бат есть есть ведерко такое вот за 300 ведерко за 300 и разные алкоголь то есть смотрите здесь есть попроще да самсон есть и джек red label и вообще все что угодно здесь можно накидаться но как я уже говорила про коктейли я не знаю как бы ну какого рода алкоголь хороший прям супер или нет ну и есть вот такая вот большая улица где просто сувенирка всякая то есть косметика чехлы для телефонов одежда какая-то ну такая прям супер некачественная то есть если просто вы знаете купить платье относить в таиланде и выбросить его вот в принципе такого качества в основном здесь конечно же но одежда на такого китайского попадаются иногда какие-то получше немножечко там магазины но все равно как правило это вот просто на один раз взять и выбросить ну и здесь тоже есть такой один большой магазин где много всяких разных палеточка вот эти вот светильнички нам всегда с серёгой нравились они прям ну так сделаны вот очень ну красивые они первых красивые ну ручная работа и смотрится то есть ну в принципе если они там к вам в интерьер подойдут то можно такие даже мне кажется домой привезти супер популярная мыло которое делают хендмейда по 150 бат и здесь также есть магнитики смотрите один магнит 50 5 магнитов 200 10 магнитов 400 вот можно выбрать вот тоже всякие майки по 100 бат кстати same same вот в таких майках очень много кто ходит тоже такое для отдыха не жалко что она выгорит потому что ну она выгорит да вещи здесь очень быстро выгорают если они не качественные вот ну можно такие всякие покупать мне такие не нравится девочки если вдруг вы забыли все свои купальники то дешевый купальник опять же который можно будет потом после отпуска выбросить вы можете купить вот здесь ну конечно они вообще выглядит немножечко странно но что-то такое более или менее простое если вдруг вы реально забыли свой купальник то можно купить здесь я думаю они бы от 200 стоит не больше может даже можно торговаться вот это вот конечно дикий дикий китай вот эти вот все колонки якобы jbl они не оригинальные не тратьте свои деньги ни в коем случае пожалуйста ничего здесь не покупайте это просто лютый китай которому на китайском рынке просто 3 копейки цена а здесь он продается типа как бы брендовый но вообще эта улица в 10 на фишермане очень атмосферное и вот место кока там с блины и соседние заведения которые открылись но супер мега атмосферные обязательно стоит прийти сюда и провести время в одном из них если вы находитесь на самуи в общем-то очень атмосферное место кока там с там такие подушечки лежат горят огни и по вечерам здесь проходит фаер-шоу обязательно приходите сюда стоит выпить коктейль просто наследиться такой атмосферой самуйской просто офигенно вообще и там даже есть бильярдный стол вот прям позади меня да можно бильярд поиграть есть такие классные большие прям беседки там небольшой депозит на самом деле 1000 бат то есть там можно вчетвером прийти компании в четвером вообще получается там по коктейльчику взял и ты классный такой отдельной зоне находишься ну и даже не на вот первой самой береговой линии а вот просто рядышком здесь тоже есть много разных кафешек где можно присесть и поужинать провести время выпить коктейль в общем улица это классная очень атмосферная обязательно ее посетить так ну теперь вы знаете куда нужно идти на самуи повторюсь не каждая ярмарка такая атмосферная как это самый лучший на наш взгляд это вот на фишермане в понедельник и в пятницу на чавенге возле центра фестиваля тоже классный и на ламай очень большая но также есть и на майнаме есть и в липаной а в общем то все зависит от того в каком районе вы будете жить если у вас транспорт но возможности конечно же постарайтесь посетить потому что здесь реально прикольно и интересно и вкусно но мы сейчас направляемся на рынок где вы можете купить свежайшие морепродукты овощи фрукты утренний рынок поэтому увидимся через пару секунд ну вот мы на рынке ванкрад еще по-другому его называют рынок вонючка здесь можно купить все различные морепродукты овощи фрукты ну в общем мы здесь очень давно не были давайте вместе посмотрим вообще какие здесь цены и что сейчас здесь есть так ну что смотрите здесь в общем чего только нет есть разная рыбка сушеная всякая если вы любите то можно ее здесь покупать вот там вот я просто не знаю даже что это такое мы никогда такого не пробовали выглядит ну в общем так себе не очень вот и есть например такие вот пакетики по 52 с рыбкой сушеной пиву можно брать также здесь очень много свежей зелени вообще я даже половины названия не знаю но вот я вижу знакомые есть укропчик есть салатный лист здесь можно купить базилик ну в общем там какая-то петрушка лучок ну и какие-то местные травы которых я вообще даже не знаю как они правильно называются на рынках столько всего неизведанного я если честно даже не знаю что это такое но наверное это просто специи да они так лежат наверное это green карри red карри да ну и тут конечно блин столько всего вообще мы просто не знаем что это все такое вот кажется мы очень много времени вообще в таиланде проводили но мы просто как-то не особо любим именно вот этих вот тайские специи ну что сами из них готовить потому что мы тайскую кухню любим но в меру и просто заказывать ее где-то вот самим готовить мы кстати не пробовали вот но я знаю что многие девчонки очень любят готовить там там ка там я вам дома и вот тоже здесь как и в принципе на том рынке на котором мы были с вами на ночном там тоже продаются различные специи уже готовые для ту яма для карри и здесь тоже это все есть вот различные специи здесь тоже продаются кокосовое молочко и так далее но это же все в принципе есть и в обычно в макро и в теско так ну и подходим к морепродуктам ребята здесь уже продаются лягушки живые вот они продаются какие-то змеи что ли да или это уголь я не знаю ребят это змея или уголь но больше похоже вот это вот на уголь а это как будто бы какой-то другой наверное змея не знаю вот здесь еще лягушки также продаются всякие всякие рыбки разные и есть вот такая вот тоже рыбка не знаю это наверное маленький сомик или кто это кто знает напишите в комментариях я не разбираюсь особо также здесь можно даже купить свежее мясо ну не знаю насколько оно свежее но вот свининка продается просто как и в магазине в принципе кстати я думала что будет очень сильно вонять пока что не воняет но вот именно сейчас мы заходим в рыбный отдел где серёга давай может быть креветочек посмотри какие классные какие большие а эти поменьше 280 короче 280 300 350 ну это вообще просто гигант да это классно с мою ладошку сейчас мы попробуем торгануться и взять вот таких ну торгануться у нас так и не получилось видимо фикс прайс но креветки реально гигантские для каких креветок мне кажется это нормально да 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 то есть мы на бали покупали дороже и они были меньше то есть тут прям хорошая цена 350 бат за таких красавцев ну да они кем большие просто огромные мы их пожарим да просто с маслом и с чесноком да я думаю вкусно будет так здесь еще есть лобстеры есть но там тоже такие большие всякие разные и есть кальмарчики кстати сейчас узнаем сколько стоят лобстеры они нам взвесило такой один и он будет 600 бат о супер цена 600 бат за одного лангуста прям супер хорошая хорошая я думаю цена да пойдем опять же мы были когда на экскурсии на Пхукете мы на островах покупали где-то 500 бат но там был маленький прям маленький а здесь огромный но самому придется приготовить но ничего страшного если у вас есть гриль вообще не проблема ой смотри какую рыбку несут офигеть вот такая я не знаю что это за рыба но такая большая так так же смотрите здесь есть кальмарчик hello а how much is it cost? 250 за 1 килограмм вот такие вот кальмарчики есть еще рыбки тут вот всякие разные много ну я даже не знаю что это за рыбка маленькая здесь тоже рыбка ну и тут уже большая рыба hello офигеть смотрите просто какой размер моя рука и рыба которая здесь ну прям супер мега большая так ну тут еще есть креветки еще кальмары здесь кстати кальмары чуть дешевле и здесь кальмары по 200 бат за килограмм и даже цена написана вот так что я там спросила кальмары были большие по 250 маленькие по 200 вообще этот рыночек небольшой есть рынок побольше на майнами но он открывается в 4 часа утра мы с Серегой очень пытались я вам честно скажу очень пытались встать рано и съездить туда но у нас пока что не получилось если вдруг это видео наберет много просмотров и много лайков например там не знаю 50 тысяч если оно наберет за неделю то мы обязательно съездим на рынок и покажем что есть там но в любом случае цены примерно одинаковые но тот рынок он рассчитан чисто на для местных потому что так рано туристы как правило не встают поэтому если вы любите и можете вставать рано лучше едьте на рынок на майнами там будут свежайшие морепродукты и цены могут быть даже ниже хотя этот рынок он тоже в принципе для местных не для туристов но туристы некоторые здесь покупают морепродукты точки на все рынки мы оставим в описании и на рынок на майнами и на рынок в Натоне тоже но я вам скажу так рынок вообще не особо воняет это очень прям приятная была неожиданность его кстати немножко расширили мы здесь были несколько лет назад и он был гораздо меньше и мы заехали еще на один небольшой рынок рынок фруктов я покажу какие цены сейчас сейчас февраль конец февраля начало марта цены на фрукты конечно же зависят от сезона например сейчас не сезон мангустинов и они стоят очень дорого мы видели что-то 300 бат за килограмм это 10 долларов за килограмм супер дорого в сезон когда же мангустины выращивают именно здесь они привозят да откуда-то вот за 300 бат это мангустины привозные когда мангустины местные тайские они стоят в сезон 30 бат за килограмм то есть разница в 10 раз и соответственно так со многими фруктами ну исключением наверное являются бананы потому что они просто круглый год арбузы и ананасы так вот смотрите цены на манго такой вот большой манго с мою руку 80 бат за килограмм но опять же где-то иногда стоит дешевле где-то есть по 60 и кокосы по 40 тоже блин это как-то супер дорого можно у местных купить по 20 самое лучшее место вообще где покупать фрукты это на таких больших машинах которые просто ездят по улице это конечно не супер удобно да хочется прийти на рыночек и купить но вот именно самые дешевые цены на этих машинах то есть они ездят только тогда когда сезон этого определенного фрукта например мангустина и продают за 100 бат 3 килограмма либо мангустина либо манго сейчас например сезон клубники в Таиланде зима сезон клубники в Таиланде весна тоже начало весны и соответственно клубнику придается по очень хорошим ценам мангустины стоят 150 бат сейчас ананасы стоят 35 бат за килограмм и бананы стоят тоже 35 бат за килограмм ну и видите здесь уже есть такие очищенные фрукты это помело если я не ошибаюсь просто непонятно без шкурки 70 бат за такую штучку это я даже не знаю как этот фрукт называется если честно кто знает напишите мы никогда такой не брали 60 бат стоит за упаковочку сразу нарезанная папайя нарезанный арбузик нарезанный манго в общем-то почищенные даже есть мандарин по поводу сезона фруктов я сейчас не вспомню но мы как-то снимали видео целое такое видео обзор это было правда очень давно и вы наверное там нас не узнаете но мы оставим ссылку и там вы можете посмотреть вообще целый обзор большой разных вкусных сочных фруктов тайских с ценами и с сезонами когда что нужно покупать и когда что сколько стоит ну и на этом наш выпуск про цены морепродукты рынки фрукты заканчивается обязательно поставьте лайк этому видео если вы не подписаны на канал то самое время подписаться и поставить этот грёбаный колокольчик всё ребят всем удачи и пока пока пока